Музей дизайна Все, что касается вообще нашей жизни Потому что любой предмет, который вы возьмете сейчас в руки Его когда-то спроектировал дизайнер Вот здесь вот стена, которая рассказывает об истории развития дизайна Ну началось все это, собственно, с начала, скажем так, индустриализации С началом промышленного производства Вот, и дальше уже здесь вот описаны ключевые моменты Которые задавали ритм дизайнерской мысли И вот некоторые моменты мы сейчас посмотрим в ролике Я вам покажу, какие здесь есть интересные предметы Это прототип кухни, который Маргарета Лихоцкий создала в 1926-1927 году Это первый кухонный гарнитур И основным ее изобретением было создание рабочего кухонного треугольника Вы наверняка все слышали это словосочетание Которое означает, что есть у треугольника три угла Где есть плита, мойка и холодильник В этом видео я вам уже рассказывала Почему для нас, жителей 21 века Кухонный треугольник уже не очень актуален А стоит задуматься о четырехугольнике, пятиугольнике или шестиугольнике Два дизайнера были успешны в одно и то же время Только один лечил, а второй убивал Вот это вот какой-то очень известный стул Который называется какая-то косточка Вайзабон Чеер Ну какая-то, не помню, какая-то косточка По-моему, крылышко Что-то вот, ассоциация какая-то такая Потому что кому-то из журналистов вот это вот место напомнило Крылышко какой-то птицы И вот, ну когда объедаешь вот это вот крыло Остаются какие-то похожие кости Они так назвали стул Вот это тоже очень известный стул Называется Пантон Чеер Его там изобрели в середине 20 века Из поликарбоната Экспериментировали В общем, он тоже взорвал рынок Получил очень много наград именно дизайнерских И вот тоже считается шедевром дизайна Это достаточно молодой стул Он был, что, в 2003 году Да, в 2003 году Называется One Весь такой полигональный Это вот когда в моду вошла вот эта модная тема Компьютерных 3D технологий И вот он немножко имитирует вот эту вот 3D графику Вау, какой он прикольный Они реально не упадешь же с него Как он так отцентрован Как-то все так у него сбалансировано Прикольно Вот это тоже шедевр дизайна И на нем, конечно, нельзя сидеть Хотя на нем сидят 1978 год Очень классное кресло Вот это самый знаменитый стул Для скандинавского интерьера Если вы собираетесь себе делать скандинавский интерьер Вы наверняка увидите много дизайнерских решений Именно с такими стулями Хотя это совершенно не новый стул Он был изобретен в середине 20 века 1948 год Поэтому это тоже классика дизайна Это достаточно классическое решение Вот это настольная лампа Которую изобрел инженер Для себя Потому что ему было темно чертить И было неудобно постоянно перекручивать настольную лампу Поэтому он так рассчитал пружины Что здесь механически пружины держат эту лампу И не нужно ничего подкручивать, докручивать Просто поставить в нужное положение И она дает свет Так, как хочется творцу Вот это первый индустриальный стул Стул Тоната Его изобрел Тонат Специально для того, чтобы Компактно перевозить его И собирать там, где он будет стоять То есть это первый сборно-разборный стул Первая сборно-разборная мебель Она произвела революцию Он стал очень богатым человеком И эти стулья заполонили практически весь мир На два с половиной века До сих пор можно увидеть Где-нибудь в европейских кафешках Вот эту форму Это все будет стул Тоната Это классика дизайна Все носители айфонов, айпадов, макбуков и эппл-вотчей Если вы себе уже купили такие игрушки То знайте Вы носите с собой шедевры дизайна Вот они здесь все выставлены Этот металлический паучок является шедевром дизайна Создал его Филипп Старк И здесь, что примечательно Награды этот паучок получил не столько за свою красоту, сколько за функциональность Представьте, вы берете половинку апельсина И на эту соковыжималку вы надавливаете апельсином И сок по этим же лапкам собирается в единую струйку Которая затем скапливается и стекает вниз в стаканчик Которая располагается между этими тремя лапками В общем, это очень простая механическая соковыжималка Но она настолько продуманная Продуман каждый шаг Филипп Старк думал, как будет стекать эта струйка Собираться в стаканчик И именно в этом заключается, скажем так, шедевр самого этого его творения То, что он совместил и красоту, и функциональность И глубоко вник в суть предмета Вот за это сейчас эта выжималка уже 20 лет или более является шедевром дизайна Субтитры создавал DimaTorzok